И начинаем с приятно победной новости. Гандболистки Кубани успешно прошли полуфинал турнира за 5-8 места чемпионата России. Во втором матче серии с Ижевским университетом Краснодарки уверенно переиграли гостей. Теперь на кону 5-е Еврокубковое место Суперлиги. Но за него борьба будет непростой. Евгений Резник о полуфинале и возможном сопернике Кубани в битве за Европу. Гандбольная Кубань в текущем сезоне точно останется без медалей чемпионата страны. Но битва за 5-е место значительная для девушек мотивация. Все-таки эта позиция позволяет в следующем сезоне сыграть в Еврокубке. А чтобы еще усилить старания Краснодарок, тренерский штаб придумывает дополнительные способы стимулирования. Открою маленький взгляд на дополнительную мотивацию игрокам. Сегодня, допустим, было, чтобы победить не меньше 10 мячей. Ну, в принципе, справились. Но в начале матча с университетом ни о каком тотальном преимуществе хозяек паркета речи не шло. Напротив, гости, которые на бумаге являлись аутсайдерами, лидировали почти весь первый тайм. Правда, в последние 30 минут они расклеились и позволили Кубани организовать небольшой отрыв. Отрыв этот продержался первые несколько минут второго тайма. Но судья из-за нарушения наказал Оксану Светанько двухминутным удалением, с чем девушка явно была не согласна. И ее недовольство в адрес арбитра вылилось в прямую красную карточку. Ко всему Кубани еще и осталось в меньшинстве на целых 4 минуты. В такой сложной ситуации Дмитрий Карлов доверил место в воротах опытнейшей Марии Басараб. И голкипер не только сама отыграла на 5 с плюсом, но и передавала свою энергию партнершам. Было бы плохо, если бы закончился со счетом 5 мячей и приходилось как-то подбадривать защиту. Девчонок уже силы были на исходе и может если бы помогло моему подбадриванию, то это хорошо. В итоге, во многом благодаря действиям голкипера, Кубань довела дело до победы. Причем разрыв был именно таким, как и хотел наставник. 37-27. Первый этап битвы за 5 место в Суперлиге пройден. Осталось пройти второй. Соперником по нему, скорее всего, будет Звенигородская звезда. Подмосковная команда сейчас уверенно ведет в серии до двух побед с московским лучом. Евгений Резник, Иван Полехин и Сергей Целиков. Кубань-24. Краснодар.